Главным местом празднования Дня студента стала площадка перед радиоуниверситетом. Здесь собрались представители всех вузов. С поздравлением выступил глава региона. Помимо знаний и хорошей профессии пожелал любви. Желаем вам любви. Вот особенно сейчас в молодости, я думаю, это самая такая нужная для этого пора. Кульминацией праздника стал выход императрицы Елизаветы Петровны, а точнее выезд. Царицу, утвердившую праздник еще в 1755 году, к сцене подвезла беспилотная мобильная роботизированная платформа. Повелеваю в сей день считать Днем всех студентов и молодежи, наукой и просвещением занимающихся. Самые успешные студенты получили из рук губернатора почетные грамоты, а все Татьяны, оказавшиеся на празднике, участвовали в забеге за Кубок ВДВ. Победила представительница Института МВД. Мы начинаем хорошо, а дальше как получится? Будем представлять свой университет на высшем уровне. Самым приятным моментом праздника стало прощание с сессией. Ее в компании синих воздушных шаров отпустили в небо. После праздника на улице Николаю Любимову показали рязанский бизнес-инкубатор при радиоуниверситете. Здесь реализовывают инновационные проекты и занимаются бизнес-продвижением перспективных научных разработок. В конструкторском бюро «Аврора» воплощают идеи беспилотных разработок в сфере сельского хозяйства и военной промышленности. А в Центре аналитических исследований изучают структуру микро- и нанообъектов. Кроскоп уникален тем, что он позволяет анализировать поверхность каких-то материалов с достаточной разрешающей способностью, скажем так, то есть видеть нанометровые объекты. На кафедре космических технологий имеются современные, хорошо оснащенные учебно-научные лаборатории. Здесь проектируют высоконадежные бортовые и наземные системы для аэрокосмических аппаратов и разрабатывают средства космической навигации и дистанционного зондирования Земли. А этот робот умеет повторять движения человека. Здесь представлен образец андроидного робота, который предназначен для замены человека в его естественной среде обитания. Его основной в данном случае целью является повторение движений, которое выполняет человек, с использованием специального устройства, задающее устройство копирующего типа. В завершении экскурсии Николай Любимов провел встречу со студентами в рамках проекта «Диалог на равных» и ответил на интересующие молодых людей вопросы. Алена Куколева, Роман Вихров, телекомпания «Город». Алена Кукольев, телекомпания «Город».